Хорошо, возвращаемся к нашим концепциям. Мы составили списочек черт, которые появляются у живых существ в рамках Р-стратегии. Ну а теперь, скажите, пожалуйста, вот как, слышали ли вы два таких слова? Точнее, даже три слова. Эп-трофная водолема, олиго-трофная и мезо-трофная. Не слышал. Давайте разберемся. Это нам окажется необычайно дальнейшее множество. Есть у нас где-нибудь в субтропической или тропической зоне? Не очень глубокий, ну, допустим, несколько метров всего водоемочек. Вода-то освещается на всю глубину? Нет. Как нет? Два-три метра глубина. Разумеется, конечно, на полную глубину освещается. Допустим, лежит он на земле, с достаточно богатым минеральным солями. То есть проблем с минеральным солями нет. Вопрос. Какое количество растений будет обитать в этом удачестве? А как? Гидро-растаем. Причем основу биомассы будут составлять крупные водоросли, которые вот так раствуют, или одноцветные водоросли, которые во всем объемы сидят. Да, одноклеточные, конечно, в десятки соли не раз больше в них для нас с собой. Почему? Потому что они в объеме спрямляют. Так? Все чудесно. Еды много, очень много растений. Теперь давайте смотреть. Если здесь много живет, то много ли умирают? Да. Да. Куда деваются погибшие? Или на дно? Падают на дно. Отлично. Падают на дно. Что здесь, на дне, должно начаться? Какой процесс? Разложение. Разложение. А процесс разложения, это что такое? Переработка с бактериями. Бактериями, гниусными бактериями. А гниусная бактерия кислорода дышащая. А это значит, что с количеством кислорода в годах такого водоема. Низко. Катастрофически низко. Вот такие водоемы называются F-трофтные водоемы. В них сколько угодно еды, но кислорода крайне мало. Поэтому для большинства позвоночных, а позвоночные кислород дышащая, аэроба. F-трофтные водоемы подходящее место или не очень? Но все позвоночные аэробы, кислород дышащая, не очень подходящие. Какой противоположный случай? Берем горное ручье. Горные ручьи берут начало от ледников. А ледник вообще из чего? Из воды. Из льда. Откуда лед взялся? Из плюшера. Откуда-откуда? Из плюшера на поверхность. Так, из чего? Из воды падает. Снег падает, дождь падает. Скажите, пожалуйста, в облаках. Мы имеем минерализованную воду или дистиллированную? Дистиллированную. Понятно, что дистиллированную? Да. А это значит, в талой воде много ли минеральных солей? Нет. Там их почти нет. В результате много ли минеральных солей в горном ручье? Нет. Почти нет. Отлично. А это значит, растениям там жить хорошо или плохо? Плохо. Отвратительно. Нет минеральных солей. А вот что с кислородом? Наоборот, с кислородом. Кислороды завались. Потому что горный ручей бежит через камни, пенится, пузырится и так далее. Резно увеличивается площадь взаимодействия с атмосферой. Вот такой противоположный втрофный вариант будет называться олиготрофный вдоем. Что в них с кислородом, а что в них с едой? Наоборот. Наоборот. Очень много кислорода, очень мало еды. Ну а большинство привычных для нас рек, озер, прудов и так далее, где-то посередине лежат. Такие водоемы будут называться мезотропные. Мезотропные. В них не очень много еды, но и кислорода, в общем-то, хватает, чтобы дышать. Ну а теперь, с точки зрения любого хозяйственного существа. Так? Смотрите, я втрофный вдалью, да? Еды много? Да. Ну жалко же, пропадает хорошая еда. Так? Значит, хорошо бы как бы в нее дотянуться. Но для этого что надо учиться делать? Плавать. Жить в условиях с крайне низким содержанием кислорода. Ага. Давайте подумаем. Рыба, допустим. Как может решить такую проблему? Потому что большинство нормальных рыб получает кислород через жабры из воды. Дельфины всплывать на поверхности. Да, отлично. А это значит, какие дополнительные органы газообмена на такой рыбе зависит? Ну, если они легкие. Ну, если они легкие, то органы воздушного дыхания. Вот на самом деле у всех хрящевых рыб, у агубы скатов, таких органов нет и быть не может. А вот у всех костных рыб обязательно есть. Как это все дело устроено? Вот костная рыба. То такие костные рыбы, понятно? Да. Но это все, кроме Агубска, грубо говоря. Значит, и килька, и мяч рыбы, и осетр, и стерлядь, и, там, я не знаю, кита, и бычок, и щука. Все они полстные рыбы. Так? Значит, как устроено? Нас будет интересовать пищеводительная система. Итак, первое отдел – широкий захват на отдел глотка, затем пищевод, проводящий пищу в желудок, за желудком и для него ложный кишечник. Вот она, пищеводительная трубка, ее отдела. Такое изобретение у костных рыб по отношению к крещевым. А дело в том, что внешняя среда внутрь нашего организма может попадать только внутрь вот этой трубки. А вот сюда, белый крестик поставил, вещества из внешней среды могут попасть? Нет. Нет. Если кишечная трубка целая, говорят, нет, то никогда. Вот сюда могут попасть второй крестик? Нет. То есть, внешняя среда только внутри этой трубки. Отлично. У костных рыб возникает несколько разных вариантов выступов этой трубки. Привычные нам. Это что за мешки отросли от глотки и ушли в целом. Отдушные. Мешки отросли от глотки. Отлично. Второй вариант. Вот такой мешок. А это что такое? Тоже не совсем легкое. Если посмотреть на стенку этого мешка, она гладкая. Стенка легкая, то обязательно имеет развитую поверхность. А здесь гладенькая стенка. Назвешный мешок. Гладный пузырь называется. Не слышали никогда, что у костных рыб есть в пузе плавутные пузыри? Ага. Такие мешки используются великолепно только для газообмена. Но, допустим, главная задачка плавутных пузырей – это тонкая регуляция плавущества. В газообменах они как раз не участвуют. А плюс к этому, что может быть? Могут быть газообменные выросты трубки вот здесь, в раннем черепа, между хвостами черепа пошли, какие выросты глобутные пузыри. Это будет лабиринтовый аппарат. Если рыба высунул рот на улицу, так расширила глобку, чем она окажется заполнена. Из воды высунул на воздух и расширил глобку воздухом. Так, после этого рыба закрыла рот, зажала пищевод и сжала глобку. Куда пойдет глобка? В лабиринтовый аппарат. Площадь стенок у него очень велика. Можно там наладить газообмен? Можно. Но самое интересное, что у некоторых рыбах воздушные карманы вот здесь. Анальные карманы. На самом деле, строго говоря, совершенно все равно, какую частью системы, начало или концу, всасывать воздух. Так, на стеночку у кого анальных карманов капиллярной сети. И, соответственно, в этом случае воздушное дыхание, дополнительное к джайдерному, будет производиться не в лабиринтовом аппарате, не в легких, а в анальных карманов. Ну, допустим, для панцирных самов южноамериканских характерно как раз такое же. То есть, многие рыбы могут иметь органы дополнительного воздушного дыхания. Почему это для нас важно? Есть такие органы, есть у рыб, заселяющие электропный водоем. Они смогут получить достаточный кислород? Да. А значит, проблемы с едой у них хоть какая-нибудь возникнет. Еды гигантское количество. Лучше всего развита эта группа в Юго-Восточной Азии, Вьетнам, Вирме, Верхний Китай и так далее. Это группа лабиринтовой рыбы, чертовски красивая. Бойцовые рыбки Бетта-Бетта, Лялиусы, Лебиозы, Гурами, Трихогастры. Очень ярко окрашены, с очень интересным поведением. Это еще любимцы от лариумистов. Почему интересное поведение? А дело в том, что одна интересная проблема возникает. Взрослая рыба имеет лабиринтовый аппарат. Чтобы получать кислород из воздуха, отлично, пытаемся размножиться. А икринка, если она находится в воде, сколько кислорода будет получать? Минимон. Хватит для развития? Что сокрой сообщение? Анародка погибла. Как размножаться в воде? Возврослые выживают размножаться. Может, надо перед этим в этом мезотропном выживание? А нет, в мезотропных. Мы поселились на рисовых червах. Рисовые поля, залитые вот таким слоем воды, идеально совершенно выдаем максимальным количеством еды и минимальным количеством кислорода. А вода... Можно икру у себя держать? У себя держать. Возможный выход. И кислород тогда икра будет получать из крови родителей. Да. Возможный выход у некоторых рыб встречается на хранилии. А лабиринтовые другую что-то делают. Отладывают пузырек воздуха и выделяют порцию слизи железами этого полости. После этого пузырек уплевывают. Пузыречек оказывается в прочной слизистой капсуле. И вот самец, допустим, бойцовый рыбки бета-бета, стоит под поверхностью воды и пускает пузыри. Эти пузырьки слепляются друг с другом. На поверхности воды плавает такая шапка пены. Стенки ее построены из водно-слистого раствора. Диффузия сквозь такой раствор нормально идет? Да. Волк. Через жидкость диффузия идет быстро? Да. Нормально идет? То есть, какая концентрация кислорода будет внутри пузырьков? Такая же, как во внешней среде. Так? Значит, свисты оболочки не дают этим пузырькам в окнах, придают им прочность. После того, как самец отстроил такую горку пены, он подзывает самку. Выбирает самку, которая готова к размножению, и приводит ее прямо под гнездо. А после этого, главное, не промазать. Икра у лабиринтовых легчего. Но если самка отмечит игру где угодно, кроме вот этой точки, икра пойдет вот сюда. Поэтому самец перевел самку под гнездо, проверил, точно под гнездо? Да, точно. Обкрутился вокруг самки. Это вот такие взаимные объятия, по сути дела. Говорят, что у рыб холодная кровь. Кто хоть раз видел нерест лабиринтовых, у самницы в таких вещах, это очень темпераментное поведение. Значит, рыбы сжимают друг друга в объятиях, самец буквально выжимает и хруст санки, одновременно выделяя молоки. Икра всплывает, и где оказывается, между этих пузырьков. Обратите внимание, идеальные условия, идеальный инкубатор. Потому что сколько кислорода в этой среде? Много. Столько, сколько нагрузки? Очень много. Прогрев нормальный? А угроза высохнуть есть? Нет. Нет, влажность стопроцентная. Да? Единственное, какая есть угроза, что придет кто-нибудь большой и слопает все гнездо вместе. Поэтому самец в течение нескольких дней не будет ничего есть. Он стоит вот здесь, на охране гнезда и бросается на все. Ну, самец бета-бета примерно вот такого размера. Если в период нереста полезть в аквариум рукой, так, самец будет атаковать руку человека. Понимаете, во сколько раз рука человека больше него? Так? До бесконечности будет стараться отогнать руку от своего драгоценного... Абсолютно не заботится о сохранении собственной жизни. Гнездо самое главное сохранить гнездо. Хорошо. Допустим, удалось гнездо сохранили, а шанс на сохранение гнезда хороший. Обычно, в общем, к первому гнезду. Выбились мальки. Хорошо. Первое время папа бегает за мальками. У него же какая программа? Все дети должны быть в гнезде. Так? Папа бегает за мальками, хватает их ртом, вот особая таблика. Все больше и больше детей выходит из окринок. В результате, ну, с какими детьми одновременно можно уследить? За пару лет. За двумя можно? Да. За пятью можно? Можно. За двадцатью можно? Да. За двумя стами можно? Да. Вот когда количество детей переваливает через мысленную границу, так, у папы в голове щелкает выключатель, что все, уже все равно ничего не сделаешь, и что с его родительской программой заботы? Порвается. Выключается все. Все, что он мог сделать, он сделал, дальше дети предоставлены себе. Вот скажите, в таком режиме размножения можно ли откладывать миллионы экрима как треска? Нет, после этого. Можно ли сотни тысяч? Нет. Десятки тысяч? Тысячи? Нет. Нет, нельзя. Вы такое гнездо не сможете ни создать, ни охранять. Значит, что с количеством молодых каждого коленя? Уменьшается. Уменьшается. Вот это противоположная стратегия, противоположная по отношению к... Называлась будет К-стратегия К-стратегия, которую мы с вами разберем на следующем уроке.